Всем привет! Недавно приобрел два БУ ноутбука с Avito. Это Lenovo ThinkPad X390 и X13. Сами Lenovo заявляют, что созданы эти модели для бизнеса. Легкие, прочные, компактные, тонкие и надежные. Продавец Interlight продает ноуты оптом от 10 штук или в розницу. Ссылка есть под этим видео. Там же пароль на скидку 1000 рублей для моих зрителей. Также они дают гарантию. Говорят, что ноуты четкие, обслуженные, почищенные, без каких-либо проблем. Вот это вот сейчас и будем проверять. Даже разберем, увидим, что внутри. А для начала посмотрите, как они были упакованы и как выглядели при вскрытии посылки. Эти два ноута приехали вот в такой вот коробке. Два блока питания на 45 Вт. Разъем Type-C. Два кабеля питания. И в мягкой пупырке два ноутбука. Lenovo X13, i5 Intel 10 210U. Уже по крышке видно, что он БУ, конечно. Есть потертости. Но никаких сколов, каких-то заметных повреждений, ударов визуально нет. Клавиатура чистая. Выглядит даже прям как новая. Ну, на матовом экране есть уже некоторые отпечатки. Надо будет это все по-хорошему протереть. Попробуем прям так из коробки первое включение. Батарея жива. Потестируем, посмотрим, насколько она жива. Мерцание эти видит только камера. Сброшено все к заводским установкам. Как будто бы первый раз в жизни включаешь его из магазина. То есть надо его настроить. И второй X390, который выглядит прям хорошо. Свежо, я бы сказал. Хотя по углам есть некоторые потертости. Но этот выглядит внешне лучше, чем тот. И экран тоже у него. Внешне прям хороший вид у него. Но есть немножко, где надо тряпочкой потереть. Пробуем. Тоже живая батарейка. Здесь наклеена маркировка. X390 i5-8265U. 8 гигов. 256 гигабайт. Жесткий. Очень быстрое включение. Здесь уже никакой настройки. Сразу включился он. И немного китайских иероглифов. Вот такое вот первое впечатление при распаковке. Естественно. Сейчас я с ними подробно познакомлюсь. Даже разберу, наверное, оба их. Посмотрим, что там внутри. И расскажу вам уже окончательное мнение об этих ноутбуках. С авито. Начнем с X390. Это младшая моделька из вот этих двух ноутов, которые у меня есть. Приезжает он уже с установленной в десятой виндой, как вы уже видели. Ноутбук компактный, тоненький. Процессор четырехъядерный Intel i5-8265U. 8 гигов оперативки, которая, кстати, по-моему, расширить, увеличить ее нельзя. Это мы разберем, посмотрим. И SSD-шник на 256 гигабайт. Разрешение матрицы. IPS-матрица здесь 1920 на 1080. То есть Full HD. 60 герц. Моделька эта, линейка эта славится своими надежными вот этими петлями-шарнирами. Одной рукой его не откроешь. Это не Apple, да и хорошо. Нужно будет придерживать. Есть отпечаток сканер, отпечатка пальца. Очень удобно, что ноутбук можно заряжать через Type-C. Thunderbolt 3, к которому можно подключить хаб, расширить возможности ноутбука. Мини или микро-эзернет, нужен переходник, чтобы подключить сюда проводной интернет. USB 3.1, HDMI 1.4 и выход под наушники. Сзади лоток, как у смартфона, для microSD-карты, но она может расширить только внутреннюю память. С другой стороны, вентиляционные отверстия, USB 3.1, замок и вот здесь мог быть карт-ридер для больших пластиковых карт, но вряд ли кто-то этим пользуется. Спереди ничего, снизу отверстия под стереодинамики, резиновые ножки. И по этой наклейке можно понять, что ноутбук выпущен в марте 2020 года. Ну, мы сейчас его раскрутим и посмотрим. Единственное, что поверхность такая, что отпечатки, конечно, на нем остаются. Ноутбуком этим я уже попользовался, попользовался прилично, погонял его, ничего с ним не произошло. И графика его нагружали, все с ним нормально, и YouTube он крутил. Хочу отметить, что очень классный тачпад. Механические кнопки мышки и вот здесь тоже они же дублируются. Вход в Windows по отпечатку пальца возможен. Функциональная кнопка расположена слева на месте привычной кнопки Ctrl, как на клавиатуре, но их можно поменять между собой программно, это не проблема, если кому надо. Вот эта фишка Lenovo, это можно такой джойстик, как-то он там бол какой-то называется, можно управлять мышкой. Но, честно говоря, я не знаю, кто этим пользуется вообще, для более точного чего-то там, ну, не знаю, тачпадом тоже можно так же управлять. Но, тем не менее, такая вот фишка есть. 13,3 дюйма раскладывается полностью, сломать его невозможно. Есть, кстати, прикольная фишка, камера 720p и вот сейчас она красная, она, значит, закрыта. То есть, от параноиков камеру можно механически закрыть. Матрица матовая, бликов практически нет, вот сейчас светят лампы на него. Ну вот, глянец бы уже, конечно, был как зеркало. Яркость не очень высокая, но это особенность этой модели. Но вполне хватает для комфортного пользования, на самом деле, максимальная яркость и не нужна, если только, может быть, где-то на улице. Или сейчас, потому что яркий свет светит. Громкость этого ноутбука, ноутбучная, ничего выдающегося. Снизу подпружиненные упоры, можно регулировать высоту. Ну, кинчик посмотреть вполне достаточно. Ничего не тормозит, ничего не лагает. Вот для серфинга в интернете, для просмотра YouTube, вот прям отличный вариант. Я вообще, честно говоря, взял их для детей. Вот, как говорят, ноутбук для учебы. Вот это самый оптимальный вариант. И компактный, и надежный. Клавиатура у него очень приятная такая. Вот за неделю использования, ну, никаких косяков просто не вылезло. Не считая просто того, что этот ноутбук, видно, что он был, ну, юзанный, короче говоря. По батарее, смотрите, вот я здесь наблюдал. Просмотр видео я запустил. Беспрерывно видос. И вот, что удалось достичь. 50% была яркость, потому что это комфортная яркость. Для глаз больше не надо. Громкость была 14. То есть, это было, в общем-то, тихо. И через 4 часа он разрядился минус 70%, до 30%. То есть, на видео его хватит примерно часов на 5. Что очень даже неплохо, учитывая то, что ноутбук этот можно быстренько зарядить через Type-C. И даже от PowerBank хорошего. С помощью проги AIDA64 мы можем увидеть, что здесь, вот он, 4-ядерный Core i5 Intel 3.8. Графика здесь Intel UHD Graphics 620, который поджирает, естественно, оперативную память. Не надейтесь, что здесь получится во что-то серьезное играть. Но Minecraft этот ноутбук тащит легко. И убрался он не для игр. Даже люди пытались запускать здесь GTA V. У кого-то даже что-то там получалось на минималках. Но это изначально не игровой ноутбук. Только какие-то простенькие совершенно игрушки, может быть, старые. Вот запустить там Uchi.ru, да, там для учебы. Photoshop здесь будет тянуть, Word, Excel, там все вот это привычное. Здесь, естественно, будет работать без проблем. По BIOS нам говорят, что здесь прошивка апрельская 2020 года. То есть, разница месяц производством этого ноутбука. Получается, что на сегодняшний день ноутбуку 2,5 года. Возможно, BIOS обновлялся. SSDшник живой. То есть, оставшийся ресурс закопителя 99%. Отлично. Естественно, общее время работы 315 дней. То есть, почти год. За все время было записано 7 терабайт. Что, в принципе, не так уж и много. Поэтому он такой живой. И по батарее степень износа составляет 11%. То есть, за 2,5 года износился ноут на 11%. То есть, батарея вполне отличная для бушного ноутбука. Это вот основная информация, которую хотелось бы знать о бушном ноутбуке. И теперь давайте просто возьмем, да разберем его. Разбирается очень просто. Всего 5 винтов. Корпус полностью пластиковый. Все пластиковое. Вот так выглядит потроха. Батарея. Память здесь впаянная. Здесь ее увеличить невозможно. Я имею в виду оперативную. Вот он SSDшник M.2. Его, естественно, можно поменять. Там хоть на терабайт. Так вот полазил, посмотрел. Не увидел никаких следов демонтажа. И ноутбук, скорее всего, никто не продувал. Вот он, действенная пыль у него здесь. Можно немножко его почистить от пыли. Да и хорошо, что сюда никто не лазил. Динамики, кстати, не маленькие. Вот здесь точно такая же наклейка, что ноутбук март 2020 года. Ну, никакого трошика я здесь не вижу. Кроме того, что вот здесь сейчас я продую, естественно, от пыли. Раз уж раскрутил. Соберем это все обратно и посмотрим на X13. Второй X13 по интерфейсу абсолютно то же самое, что и X390. Единственное, что здесь есть логотип, что крышка вот эта пластиковая. Уже с каким-то магниевым сплавом. Этот ноутбук и помощнее, и посвежее. Ноябрь 2020 года, то есть этому ноутбуку. Ну, два года, грубо говоря, даже еще нет двух лет. Единственное, что вот на этом покрытии отпечатки видны прям очень хорошо, если жирными руками его трогаешь. То же самое и внутри. Немножко другая наклейка о том, что Core i5 здесь. Вот так происходит разблокировка под печатку пальцев. В ноутбуках приятная, качественная матрица. Может быть, кому-то покажется, что внешний вид, вот когда его открываешь, как бы старомоден. Но это вот линейка ThinkPad именно вот такая вот всегда и была. Также раскладывается полностью. Вот петли прям зачет здесь, массивные такие металлические. Здесь батарея еще лучше, степень износа 5%, то есть вообще ерунда. А вот SSD-шник здесь, судя по всему, совершенно новый. 99% оставшийся ресурс, ну то есть новый. И смотрите, общее время работы всего 9 дней записано за все время 3 терабайта. Либо здесь заменяли SSD-шник, либо этот ноутбук работал, блин, 10 дней. Ну, в общем количестве 10 дней, ну не знаю, им практически не пользовались, получается. Могу предположить, что здесь произошла замена SSD, но это не точно. BIOS августовский 2020 года. Отличается X390 от X13 просто чуть более мощным процессором. Здесь 10-210U. Как я уже сказал, за неделю, ну никаких претензий к работе этих ноутбуков не возникло. В ненагруженном состоянии вообще тишина полнейшая, то есть кулера не слышно. Работает все шустро, ну естественно там SSD-шник внутри. Даже при просмотре видео пропеллер молчит. Реально ноутбук подходит для того, чтобы лечь куда-то на кровать, положить его на коленки и посмотреть какой-то видосик. Поработать, вордики попечатать что-нибудь, в фотошопе поиграться. Приятная клавиатурка. Винда, скорее всего, ставится уже от продавца. Здесь SSD-шник разбили на 2 диска, на 60, на 135. Просто покажу вам, как здесь идет Майнкрафт. Вот такие вот настройки графики, максимально возможные для Майнкрафта. Здесь вот дата есть на крышке, 21 сентября 2020 года. Двухлетняя крышка, и то же самое мы видим и здесь. SSD-шник Micron 2020 года. Может быть он и родной. Вот они мощные петли металлические. Следов ремонта никаких я не вижу. Кулер здесь почище. Но тоже не мешало бы просто продуть. Этот вообще выглядит как новый. Многие сравнивают вот эти ноутбуки с карбоном. Lenovo X1 Carbon. Единственное, чем отличается, допустим, Thunderbolt всего на 2 канала PCI-Express, а у карбона на 4. И у карбона разрешение матрицы не Full HD, как здесь, а 4K. Честно говоря, причем карбон 14-дюймовый. Но для такого маленького ноутбука 4K разрешение на 14 дюймов, это перебор. Full HD вполне достаточно. Lenovo продавала эти ноутбуки именно как мобильные бизнес-ноутбуки, которые можно всегда схватить, взять его под мышку. Заряжается он полностью примерно за час. Я точно не засекал. Всегда его можно от любой розетки подсоединить. От смартфона даже блок питания взял, дозарядил. От современного. Если не нагружать его видосом, а работать там в интернете, еще где-то тут, скорее всего, часов на 7 этого ноутбука должно хватить. Тоненький, легкий. Всего 1,2-1,3 килограмма он весит. Вот для учебы, в моем случае, идеально. И для тех, кто ищет отличную портативность и стабильную производительность, стабильность работы именно в офисном отношении, для бизнеса, не для игр. Конкретно в моем случае, вот X13, вообще, можно сказать, практически не пользуемый ноутбук. Стартовали эти ноутбуки в районе 50-60 тысяч сейчас, конечно. У Interlight, естественно, этот ноутбук можно приобрести значительно дешевле. Единственный риск, что покупаешь, когда был ноутбук, он может навернуться. Но, опять же, конкретно FinPad, именно надежная линейка. Сами по себе ноутбуки надежные. Даже на МКС космонавты их использовали. Обычно из строя выходит либо северный, либо южный мост, либо графический чип, который никогда не выйдет из строя, потому что он не перегреется, он слабенький. А чтобы задушить этот ноутбук, и он реально перегрелся и сдох, это нужно постараться, намеренно нужно заглушить легкие этого ноутбука. И, может быть, тогда только и отвалится какой-нибудь северный или южный мост. Но, как правило, выявляется это уже в первые дни, при первых включениях, при нагрузке. В моем случае оба ноутбука проработали неделю, крутилось видео, игры в Майнкрафте, ничего не отвалилось, ничего не вышло из строя, ноутбуки прекрасно работают. Продавец, Interlight, они дают гарантию. По-моему, 30 дней они дают на ноутбуки, если берешь оптом от 10 штук, на каждые по 30 дней. И год, если индивидуально покупаешь один ноутбук. Там уже сами спрашивайте, какие ноутбуки вам нужны. В моем случае это не российские ноутбуки. Нужно делать либо гравировку, либо наклеивать наклейки с Алиэкспресса на каждую буковку. Ну и вот, собственно, все, с чем я хотел с вами поделиться. Отдам ноутбуки детям в пользование. И если в ближайшее время, там, месяц, два, три, какой-то из них сломается, навернется, хотел сказать, да, то, наверное, сниму вот прям короткое минутное видео, скажу, ребята, ноутбуки навернулись. Ну и на этом у меня сегодня все, друзья. Всем удачи, добра, мира и пока-пока.